Всем привет! У меня сегодня на канале Mercedes-Benz GL350 Здесь трехлитровый дизельный двигатель Они бывают двух вариантов на 249 лошадиных сил и на 258 лошадиных сил Данный вариант у нас на 258 лошадиных сил Налог на этот автомобиль 38 тысяч рублей По крайней мере у нас в Татарстане 38 тысяч рублей в год Этот автомобиль покупал мой друг в 2019 году, летом 2019 года Это Даниар, владелец Mercedes-Benz за 2 миллиона 150 тысяч рублей Продавали этот автомобиль за 2 миллиона 250 тысяч рублей Сторговался в общем, ему сделали скидку Автомобиль 2013 года в семиместном исполнении Друг искал именно семиместный автомобиль, так как у него четверо детей И просто обычную пятиместную машину брать уже не было смысла Искал именно дизельный вариант, но все-таки он хотел купить на 249 лошадей Чтобы автомобиль был до налога На тот период времени, когда он покупал автомобиль Машины, где было 249 лошадиных сил, они стоили дороже Примерно на 200-300, а то и на 400 тысяч У автомобиля был пробег 129 тысяч километров Он на сегодняшний день является третьим владельцем При покупке он машину загонял к официальному дилеру Mercedes-Benz Чтобы его проверили У официального дилера на тот момент была программа такая Кот-мешке Оплатил 3100 рублей и мы проверили машину полностью Двигатель, салон, ходовая, кузовный элемент И при диагностике выявили недостатки на сумму 300 тысяч рублей Я еще хочу обратить ваше внимание, что в 2019 году цены все-таки были другие Сейчас наверняка эти 300 тысяч рублей превратятся в 500 тысяч рублей Я сейчас зачитаю самые дорогие элементы, что им приписали туда Диск колесный AMG Цена со скидкой составила 70 тысяч 956 рублей Была трещина на внутренней части диска Но владелец не стал покупать новый диск Он просто поехал в стороннюю компанию, где ему заварили этот диск аргоном Также до сих пор он на этом диске ездит Ничего у него не бьет, не гремит В общем, все нормально Включатель переднего электростеклоподъемника, две штуки Ему посчитали со скидкой 4000 рублей Блок-включатель 2000 рублей Ветровое стекло У него есть трещина на ветровом стекле Он до сих пор не поменял ветровое стекло Со скидкой ветровое стекло ему обошлось на тот период времени 42 445 рублей Замена у официального дилера стоила 6000 рублей У тебя трещина, она уже напротив глаз Ну она пока движение не мешает Ты привык уже? Ну я уже привык Ну со временем поменяю Но не сейчас Но не сегодня Полностью поменять тормозные диски, тормозные накладки с тормозными датчиками Ему обошлось бы 97000 рублей в месяц с работами Воздушный дефлектор 8000 рублей Воздушный дефлектор 8000 рублей Воздушный дефлектор 17000 рублей Они рабочие, просто они выглядят непрезентабельно После покупки автомобиля Владелец сразу же поехал менять массу двигателя Все фильтра И тормозные колодки Передние и задние Он посчитал, что тормозные диски менять это излишне Поэтому он по сей день ездит на этих тормозных дисках Хотя сегодня пробег у этого автомобиля уже составляет 180 тысяч Масло оригинальное Mercedes-Benz 5000 рублей Плюс работа по замене 700 рублей Оригинальный масляный фильтр 850 рублей Вот честно говоря, мне почему-то не верится Что это оригинальный масляный фильтр всего лишь 850 рублей Даже у меня на BMW Потому что оригинальный фильтр стоит дороже Но мы это проверим Я с краю выведу оригинальный фильтр на сегодняшний день Сколько стоит масляный Салонный внутренний фильтр Knecht Пара 2650 рублей Тут в салон устанавливается два воздушных фильтра Салонный фильтр наружний 400 рублей Фильтрон Еще один салонный фильтр устанавливается тут снаружи Воздушный фильтр Две штуки 2950 плюс 2950 Общий 5900 Тормозные колодки передние ТРВ 5300 рублей Тормозные колодки ТРВ задние 3700 рублей Датчик тормозных колодок Топран Передние 250 Задние 250 рублей Это было первое ТО В ноябре 2019 года он заезжает на ТО номер 2 Тут меняет все то же самое С маслом вместе он также меняет все фильтра Так же как и в первый раз К сожалению он не написал какие фильтра в этот раз ставил Но он точно всегда покупает оригинальное масло Mercedes-Benz А стоимость фильтров мы возьмем с первого ТО И просто их перекинем сюда Цена с первого ТО у нас будет условной единицей Для всех ТО По словам владельца он всегда покупает примерно одно и то же И покупает всегда в одном и том же месте Кстати владелец обслуживается в обычном сервисе При втором ТО он еще меняет масло в АКПП Масса трансмиссионная АТФ 6 литров ему обошлось в 6000 рублей Прокладка АКП 1000 рублей Фильтр масляный 1500 рублей Работа по замене масла 2000 рублей И тут он еще меняет шарнир приводного вала передней оси А снять и установить по работе ему обошлось 2500 рублей Приводной вал владельцу передал предыдущий хозяин автомобиля Ему это досталось подарком Идем дальше В этом же месяце на автомобиле ломается замок передней правой двери Как это случилось? Сюда сел человек в рабочей одежде Такая тяжелая рабочая одежда Когда пассажир закрывал дверь У него одежда осталась торчать наружу Получается перекрыв замок Как мы видим здесь есть доводчики дверей И вот эти доводчики начинают закрывать дверь А дверь не может закрыться Доводчики в итоге настолько сильно закрывают дверь Что дверь закрывается Мерседес хорошая машина в этом плане Задача поставлена закрыть дверь Дверь закрыта Но ломается и замок и доводчик двери Пассажир снимает одежду и выходит через водительскую дверь И машину пришлось оставить в сервисе из-за этого чуть не на неделю Потому что пришлось из Москвы заказывать бушные запчасти Это замок двери и доводчик двери Доводчик стоил 3000 рублей Замок двери стоил 10 тысяч рублей Также пришлось при разборе выломать все клипсы на этой двери Потому что снимали изнутри Я так понимаю даже возможно снимали сиденье Я сам точно не знаю Клипсы стоили 2200 рублей Естественно новые это уж бы уж не заказывал Ну и доставка ему обошлась 1000 рублей Вот такая вот поломка у него появилась Как говорит владелец по своей же глупости Также в конце ноября он покупает комплект зимних шин Nokian Hacopelita 8 Размер 275-50R20 Комплект ему обходится в 61 тысячу рублей Опять же тут нет цен на шиномонтаж Ему достался еще один комплект дисков Как раз таки который он использует зимой В мае 2020 года он проходит третье ТО Ну мы возьмем условную цену Как мы брали в первый раз на масла и фильтра Общая цена будет такая же как и в первом ТО В июне 2020 года он покупает уже летние шины У него летние шины тоже практически были истертые Он покупает Yikogama Advanceport Вот как раз таки они у него стоят сейчас Тут размер уже 295-40 на 21 Комплект ему обошелся 69 тысяч 500 рублей В июне 2020 года он меняет по кругу тормозные колодки Также стоит ТРВ А цены он опять же не помнит Тут помню, тут ничего Возьмем цены предварительно с первого чека Некоторые люди задние тормозные диски меняют реже, чем передние А вот владелец данного автомобиля меняет все всегда по кругу У владельца есть еще одна машина УАЗ Патриот Он любитель поохотиться Ездил он обычно на охоту на УАЗе Патриот Но после того, как пересел на Мерседес Он решил, что Патриот надо пока поставить Проще сюда установить фаркоп И вот он установил в декабре 2020 году фаркоп на 25 тысяч 550 рублей Блок смарт 2450 рублей Это, я так понимаю, такой обходчик Потому что фаркоп, он, естественно, за 25 тысяч 500 рублей неоригинальный И установка 5000 рублей Самые серьезные проблемы, друзья, начались примерно на пробеге 170 тысяч километров Это был декабрь 2020 года И это связано с массажером У него двигатель начинает подъедать масло Ну, неизвестно, двигатель, турбины или еще что-то А на 10 тысяч он залил 5 литров оригинального масла Естественно, он не обращается к официалам Да, приехал известный в Казани автосервис Это не официалы, но они чисто по Мерседесам Вышел мастер Я ему объяснил, какие у меня есть проблемы там По расходу масла и прочее Он мне так подумал, говорит Ну, капиталить надо, капиталить Они даже капот не открывали Он подошел к своему какому-то там бабаю, слесарю Ну, который, видимо, там часто ремонтирует Мерседесы Именно капиталь? Наверное, они сразу берут на капиталку Даже если там обычная причина Обычная мелкая там поломка Да, этот серьезный дядя, он говорит Это точно съем двигателя Капиталка Я говорю, ну сколько это? Ну, как минимум 150 тысяч рублей Они мне сказали Я что-то как-то так подумал Немножко огорчился Думаю, даже они капот, блин, не открыли Ну и сразу зарядили мне там капиталку Причем 150 тысяч это дешево 150 это сказали, 150 до вскрытия Да После такого профессионального ответа Капиталка движка сразу же Я что-то поехал, огорчился и поехал домой А потом уже поехал к знакомому В обыкновенный автосервис Ему поменяли клапан вентиляции картерных газов Диагностику ему обошлось 3000 рублей Клапан вентиляции картерных газов 2000 рублей Уплотнительное кольцо 2 штуки по 500 рублей Масса Mercedes-Benz 8 литров 5900 рублей Фильтр масляный 1000 рублей Фильтр воздушный комплект 4000 рублей Фильтр салона комплект 3 штуки 3000 рублей Фильтр топливный ему еще поменяли 6500 рублей И работает 2500 рублей Но возможно проблема не только в этом была В 21 году, где-то в феврале У него началась висеть турбина Пропала тяга В итоге он опять поехал в сервис Его приговорили там на замену картриджа турбины Через 7 дней пришел картридж Картридж оказался не от той турбины Еще пришлось ждать 10 дней В итоге пока привези, пока все это установили Прошло уже 30 дней То есть 30 дней машина стояла без дела И вот дней 5, как он забрал эту машину из сервиса В общем, это были последние затраты Все вместе обошлось в районе 40-50 тысяч рублей Все затраты вы видите на экране Что у тебя по массу? Расход массы дальше какой-то проявился Или ты еще не смотрел? Через недельку посмотрим Будет уменьшаться или наоборот увеличиваться Посмотрим, замерим в следующий раз через недельку Покажу состояние автомобиля При покупке автомобиля Три элемента имели вторичный окрас Это капот, левое крыло переднее Ну и передний бампер Спереди у автомобиля имеется бронепленка На зеркалах вот частичная оклейка Вот здесь тоже, как вы можете видеть, это все пленка Здесь мы видим уже вот есть сколы Комплектация у автомобиля хорошая Бесключевой доступ Музыка Harman Kardon Панорамная крыша тут Хорошо сохранилась кожа Руль подтертый уже А в целом салон как салон У тебя была Audi A6 Звителен 2.4 на вариаторе В каких моментах тебе ауди больше нравился? Неровности дороги она проглатывала Как бы колею не чувствовала Но у этой машины фактически центр тяжести выше Но и как бы ее немножко качает И при перестроении, допустим, с одного ряда на другой ряд Допустим, если есть колея на дороге То она очень сильно чувствует ее И тут обратил я внимание Стыки чувствует, да? Вот прям Стыки, да На асфальте стыки А если вот плавные ямы Уже машина так едет Так вальяжно Если ставишь там режим комфорт То машина как бы как корабль, да? А вот сейчас я на комфорте ездил? Нет, сейчас как раз стоит спорт А, спорт? На спорте ты чувствуешь любые там Какие-то стыки, так скажем И ямы Ну, она все равно раскачивается Так прилично Ну, она сейчас раскачивается потому, что у меня задние стойки подсевшие У тебя есть проблемы с пневмой, да? Есть, есть Резко не фиксируют Не узнал, сколько по цене? Нет, нет, пока еще не узнал Чуть-чуть попозже, когда придет проблема А что сказал про эту машину вообще? Чем она тебе вот прям вот очень нравится? Вот одна причина, например Ну, кроме того, что тут всех детей можно разместить Ну, во-первых, да, семиместная машина для большой семьи, конечно Очень удобно Все сели, поехали Сидишь высоко Видишь не только там переднюю машину, которая у тебя Но и ряд машин, которые впереди идут Чем, конечно, эта машина очень сильно себя оправдывает Это так это Ты ездишь по городу, там ездишь по улицам И сразу чувствуешь, что Остальные машины как бы тебя стараются объехать там за несколько Но очень сильно не прижимаются Ну, вот, допустим, поворотник включил Там встречка тебя пропускает Что тебе не нравится в этой машине? Плохо работает люк Люк Очень плохо работает люк Но это же со временем пришло? Нет, это проблема была уже сразу То есть люк, он поднимается и опускается нормально А вот откатывается назад и тяжело скользит по салазкам Салазкам, да Это, может, проблема только твоей машины? Может быть, смазать Просто смазать, наверное, надо, да? Никак времени не хватает Я почувствовал, что у тебя что-то дребезжит в рулевой Когда ты едешь по мелким ямам Не смотрел? Нет, не смотрел Не смотрел Ну, может быть, какие-то там наконечники надо уже менять Но тоже не хочешь пока смотреть? Пока нет, пока Пока еще не пришло время Ясно Вернись сейчас на 2019 год Ты также свой выбор оставил бы на этой машине? Или все-таки посмотрел в другую? Возможно, Шкода, вот, Кодиак, 7-местный Можно было новый купить в то время? За 2,500, за 2,400 можно было То есть дороже? За 2,400, да, можно было новый купить тогда Но нет, я бы все-таки остановился именно на этой модели Это, я думаю, самый лучший выбор Из 7-местных, там, допустим, джипов, да, так скажем А ты смотрел, какие еще машины 7-местные? Инфинити, Куикс, 56-й, 80-й Прада 7-местный смотрел Прада Ну, Кодиак Ну и микроавтобусы смотрел Тебе так Туарег же нравился? Туарег, Туарег, нравился, да, Туарег Со временем отпал По обслуживанию тебя тоже все устраивает по цене? Ну, по обслуживанию, конечно, ценник выше, чем средний Если уж там обращаться к официалам, то штаны точно можно снять Это был отзыв владельца и расходы на обслуживание Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова